Здравствуйте! Перед вами яблоня, высота которой всего лишь метр сорок. Мы ее два года уже обрезали. И сейчас на примере одной ветки покажу дальнейший уход за обрезкой и поддержание такой маленькой формы яблони, если вам это интересно. Итак, чтобы иметь короткую яблоню, вначале освободили центр, убрали ветку, которая росла внутрь кроны, и все эти веточки поддерживаем в таком разветвлении. Все, что пошло вверх, мы обрезаем, а боковые оставляем для плодоношения. На примере необрезанной ветки пообрезаю вам и расскажу, что как я делаю. Во-первых, видите, запущено и ничего как бы непонятно. Что в таких случаях я делаю? Значит, выбираю, вот есть веточки идущие, все вроде вверх, я ищу и выбираю более горизонтальные и на нее вырезаю. Вот, ее оставил. Нижние, нижние веточки, нижнюю веточку, из-за того, что здесь острый угол, я ее вырезаю полностью. Вырезаю полностью. Далее, маленькие веточки оставляются и вверх вырезается всегда на горизонтальную ветку. Вот видите, оставил на горизонтальную ветку. Если я вижу, что есть маленькие почечки, уже кругленькие более, то есть на кончиках будут цвести, прорежу таким способом. То, что шло вверх, вырезал, оставил веточку в таком положении и укоротил ее. Дальше, следующая веточка. Мелкие веточки с бутонами на кончиках я оставляю. То, что идет внутрь кроны, я убираю. Двойные я прореживаю. И нижний побег, который стал выше вверх, в данном случае я его просто уберу. Что касается внутри кроны. Во-первых, маленькие волчки возле среда я убираю. Веточки, которые загрущают крону. Вот видите, здесь есть ветка основная и есть маленькая. Я ее убираю. И волчки, которые пошли, как бы жировики, все это зачищается, зачищается. Сама ветка, сама ветка прореживается каким способом. Есть три веточки и всех их есть как бы плодовое образование. Но им уже становится тесно. В данном случае я серединку просто вырезаю, оставляю две. Из тех, что остаются две более вертикальные, удаляю и оставляю меньшего размера веточки.